Всем привет! Я Алена Васильева, автор курсов по запуску речи. И сегодня мы с вами разберем, эффективны ли онлайн-занятия для запуска речи с детьми. Итак, существуют ошибки. Если родители их делают, то тогда онлайн-занятия перестают быть эффективными. Разберем, что это за ошибки и как родителю не допускать этих ошибок. Во-первых, это занятия через скайп или зум. Детки до 5-6 лет не могут учиться, просто сидя перед экраном и смотря в экран, например, целый час и повторяя за педагогом. Это развивается только к 5-6 годам. Ребенку до 5 лет запуск речи нужно проводить, когда ребенок в движении, когда он играет, когда ребенок что-то ощущает, видит, трогает своими руками, а не просто через экран. Если вы выбрали видео-занятие для запуска речи, что необходимо знать родителям, чтобы не допустить ошибок? Во-первых, видео нужно смотреть и останавливать. Нельзя одного ребенка оставлять перед экраном. Да, даже если занятие красочное, яркое, ребенку нравится, он смотрит как мультик, вы посмотрели упражнение и остановили. То есть папа или мама должны сидеть рядом с ребенком, можно даже бабушка или няня. Остановили и теперь давай вместе поиграем в это. А теперь давай закрепим это, то, что мы сейчас увидели. Как мы там делали? Вот так, вот так. И повторяем все с ребенком тут же. Следующая ошибка, это когда родители посмотрели занятие, они вроде бы повторяли, когда останавливали, но в течение дня вы не повторяете совсем то слово, которое вы учили на занятии. Например, возьмем слово «да», мы учим через видео, через занятие, мы учим слово «да», вот с таким движением. И тогда, когда вы закончили занятие, вы спрашиваете у ребеночка «пойдем играть?». А вы помните, что мы имеем дело с неговорящим ребенком, мы учим его говорить, мы запускаем речь. Ребенок молчит, вы подождали две секунды, открываете сами свой рот широко и говорите «да», а пойдем сейчас с тобой купаться, спрашиваете вы через час. Ребенок молчит и вы говорите «да», «да», «пойдем», «да». То есть, это слово вы должны произнести в течение дня 40-60 раз в разных ситуациях. Готовая пошаговая программа есть в моих курсах по запуску речи. Вы можете перейти по ссылочке внизу и посмотреть мои курсы. Кстати, когда меня спрашивают «Алена, моему ребенку там 2 года, например», и он вообще не говорит, можете позаниматься с ним онлайн. Вот через скайп или зум занятия малоэффективны, вы помните это? Я тогда спрашиваю, что конкретно у ребенка и подбираю нужный курс. Вы можете мне написать, и я скажу, какой курс может помочь вашему ребенку. Итак, что еще нужно знать родителям для того, чтобы малыш начал говорить, или не малыш уже, или ребенок постарше. Бывает, что и в 4 года детки не говорят, и в 5 лет еще не бывает такой хорошей речи у детей. Что же нужно знать? Во-первых, что занятия должны быть в движении, потому что речь – это движение, движение челюсти, губ, языка. Когда мы говорим, у нас это уже на автомате, мы об этом не задумываемся. Но чтобы ребенку сказать, ему нужно сделать разные движения языком, непривычные для него движения. Поэтому мы действуем через движения, через самые простые. Кстати, когда ребенок начинает повторять за вами движение, это уже первый шаг, что он начнет повторять движение не только руками, ногами, головой, но и язычком. Поэтому следующий пункт, что должно быть в занятиях онлайн – это артикуляционная гимнастика. Обязательно. Мы работаем с язычком, учим язычок двигаться в разных положениях. А для этого, кстати, следующий пункт, что должно быть – это вкусная артикуляционная гимнастика. Мы прибавляем еще апельсинки, мы прибавляем разные там яблочки для того, чтобы ребенок еще и через вкусы начинал говорить. То есть ребенок ощущает, мы задействуем все рецепторы. Он ощущает вкусы, он ощущает движение лица, язычка. Ребеночек ощущает движение своего тела, поэтому обязательно еще должны быть на занятиях по запуску речи еще и упражнения с крупной моторикой. Некоторые говорят, ой, у нас крупная моторика очень хорошо развита. Мой малыш бегает кругами, а вы попробуйте ему дать, например, притоп-хлопок, притоп-хлопок. Сделает так ваш ребенок? Это очень сложно. Попробуйте с ребенком просто шаг-хлопок, шаг-хлопок, шаг-хлопок. Сделает ли ваш ребенок это в ритме? Вот это тоже то, что должно быть на занятиях. И это нужно делать родителям вместе с ребенком. Тогда получается онлайн-занятия эффективными. Если же просто ребеночек сидит, смотрит и ничего не делает, это неэффективно. Мамы говорят иногда, ой, мой ребенок за мной совсем не хочет повторять. Что же делать? Тогда вам нужно совсем убрать видео. А видео занятия пусть будут не для ребенка, а для вас. Вы смотрите на это видео, копируете все с экрана и эту игру приносите своему ребенку. И вот тогда это будет эффективно. Потому что ребеночек привыкает смотреть мультики, смотреть яркий экран. Он видит, как там все мельтешит, как там все интересно. И разговаривать ему, и что-то делать в этот период не надо. А тут вдруг вы ему даете даже интересное онлайн-занятие, да? Интересное видео включаете, но просите его повторить. С какой стати? До этого были просто мультфильмы, и за ними повторять ничего не надо было. Ребенку и так было хорошо. А тут вроде мультфильм, но что-то маме от меня нужно. Тогда лучше совсем убрать видео из жизни ребенка. Попробуйте хотя бы сделать это на месяц или два. И начать с ним заниматься интересными заданиями, при этом опускаясь на уровень ребенка. Не просто как учитель сверху, так, давай повторяй за мной. А вы садитесь на уровень ребенка. Кстати, знали такой способ, что когда малыш учится ползать, то маме нужно самой проползти всю квартиру и посмотреть, нет ли опасных углов, где может ребенок вот упасть, да, бы что-то там споткнуться, запнуться. И точно так же здесь. Здесь мы должны присесть на уровень ребенка и посмотреть, что перед его глазами, чтобы ребенок видел ваше лицо. Нам же нужно речь запустить. Поэтому ребенок видит наши губы, наши эмоции, как работает наш язычок. Говорить нужно очень четко. Знаете, когда я не была еще логопедом, мне было очень интересно смотреть на логопедов. Я работала тогда в детском саду музыкальным руководителем и смотрела на нашего логопеда, и она говорила так, Алена, привет! Я думаю, зачем она так рот открывает широко? А это профессиональное. Когда я сама стала логопедом, с тех пор уже прошло много лет, и теперь я сама так же четко открываю рот. И для меня это уже неудивительно. Но некоторые мне пишут, зачем вы так артикулируете? А потому, что так необходимо для детей, не для вас. Вы поймете его так. Многие взрослые разговаривают вот так. Кстати, проверьте себя. Подойдите к зеркалу и посмотрите, как вы разговариваете. Малыш, привет, как твои дела? Видите, мои губы почти не шевелятся. Но когда вы говорите вот так, Привет! Как твои дела? Привет! Почему я с малышами повторяю много-много раз одно и то же слово? Вспомните тот пункт, когда надо повторить с ребенком 40-60 раз одно и то же слово, которое вы учите в разных ситуациях. Вот так и повторяйте с ребенком это слово. Это вам поможет запустить речь ребенку. Когда вы будете говорить четко, на его уровне и повторяя так много раз то самое простое слово, которое вы учите с ребенком. И, конечно, что еще нужно обязательно знать родителям, это то, что речь должна быть в диалоге. Вы не ждите, что ребенок сразу же встанет и расскажет вам сказку сам. Нет. Речь должна быть в диалоге. Поэтому побольше спрашивайте ребенка. И пусть ребенок контактирует больше с вами. Вот почему так важно не на мультиках зацикливаться, а общаться с ребенком в быту просто. Я пойду варить суп. Пойдешь со мной? Пойдешь? И ждете ответа от ребенка. Смотрите в его глаза. Держите перед собой поварешку. На тебе тоже поварешку. На тебе тоже кастрюлю. Держите прямо перед собой, например, эти предметы перед своим лицом. Ребенок смотрит на блестящую кастрюлю, на интересную поварешку. И, конечно же, он согласится. И вы спрашиваете его. Да? Да? Это, например, мы учим слово «да». Мы говорим вместе «да» с движениями. Вы увидите, как через несколько дней, максимум через неделю, ваш ребенок начнет говорить «да», если вы с ним так будете работать. Эффективны ли онлайн-занятия? Я думаю, что вы сейчас увидели все, что если родители работают в онлайн-занятиях, если родители подключаются, то они эффективны. Если же родители думают, что можно просто включить онлайн-занятия и уйти, то тогда они, конечно же, неэффективны. Что делать? Решать вам. Начать заниматься с ребенком сейчас или не начать? Или думать, что он сам заговорит? Решайте сами. Ну а с вами была Алена Васильева. Пусть наши детки все будут здоровы. Желаю вам успехов и любите своих детей. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова